МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Генеральный спонсор показа телепередачи «Просто и вкусно» – торговая марка «Президент». Спонсоры показа телепередачи «Просто и вкусно» – торговые марки. Кармес, Ляда Норт, Ханса, Тескома. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восточная мудрость гласит, плохой оратор испортит любое собрание. А у нас сегодня в гостях оратор, который не только не испортит собрание, но и сделает из него замечательный праздник. И он специально пришел к нам сегодня на программу для того, чтобы поздравить всю прекрасную половину нашей маленькой на городе-державе с их великим праздником – женским днем. Спешу представить вам любимца всех женщин – Павла Дуганова. Паша, привет! Мое почтение, дамы и господа. Поздравляю, женщины, Паша. Буквально позавчера был замечательный праздник весны. Хочу пожелать вам здоровья, любви и счастья. Чтобы вы любили и были любимыми. Женщинами, чтобы были здоровы и благополучны те, кто любит вас и кого любите вы. И чтобы вы были всегда, как швейцарские часы, дорогими, желанными. И чтобы вас носили на руках. Паша. Может, ведь может. Что сегодня мы будем готовить? Ну, сегодня, поскольку женский день уже кончился, и мужчины, которые смотрят эту передачу, конечно, хотят получить небольшой релакс. Один из лучших релаксов, как говорил еще Амар Хаян, и его, наверное, повар, это шурпа. Узбекская шурпа. Это нечто среднее между жидким блюдом и уже вторым блюдом, который прекрасно оттягивает и разбивает все бляшки. И приводит в чувство для того, чтобы завтра пойти на работу полным боевым. Правильно? Абсолютно верно. Что нам нужно для того, чтобы приготовить шурпу? Ну, в первую очередь, это хорошее настроение. Любое блюдо обязательно хорошее настроение. Если есть хорошее настроение, то всегда любое блюдо появится. Помните, надпись на дверях сумасшедшего дома. И хорошее настроение не покинет больше вас. Но сегодня у нас будет хорошее настроение от другого. От великолепной шурпы. Для этого мы берем великолепного барашка. Так. Это баранина, да? Паша, ты сомневаешься? Понюхай. Аккуратнее. А, красная баранина. Это я принес? Как тебе? Хорошо. Спасибо. Ну, как бы ты сегодня готовишь, а мы тебе помогаем. Понятно. Баранина. Так. Великолепная. Картофель. Не менее великолепный. Просто прекрасный. Уже и почищенный. Морковь. Сельдерей. Лук. Два вида. Помидоры. Два вида. Чеснок. Обязательно. Перец. Перец сладкий. Вообще, в идеальном случае, еще и нужно сало, для того, чтобы шкварки там. Но есть разные виды шурпы. Сегодня мы будем готовить без шкварок. Вообще, я узнал совсем недавно, да, шурпа-лайт. Совсем недавно узнал, я думал, что шурпа – это восточное блюдо. Оказывается, это из балканских блюд. Но оно перекочевало на восток и достигло там апогея, я скажу так. Они довели его до совершенства. Конечно. Ну что ж, приступаем. Нам что нужно сделать первоначально? Вначале нам нужно мясо порезать на кусочки. Так. Можно взять нож, да? Да, только аккуратно. Это ножи тискома очень острые. Очень острые. Да. Как наши языки. Лук нам понадобится? Лук нам понадобится. Если можно, Игорь, начни делать лук. Шинковать. Ты знаешь, вот я тоже знаю о шурпе немножечко. И вот узбекская народная мудрость гласит так, что все, что растет в земле, является как бы нечистым. Все корнеплоды. И поэтому перед тем, как их поместить в бульон, их нужно обязательно обдать огнем. Понимаешь? Вот поэтому лук обжаривается, правильно я сказал, что на сале обжаривается. Все обжаривается. И мясо, и лук, и помидоры, и морковь. Но в нашем случае, наверное, мы немножечко обжарим лучок и все-таки обжарим морковочку. Чуть-чуть. Обязательно. Для того, чтобы отправить потом это все дело в кастрюлю. Ну что, приступаем? Ну, с Богом. С Богом. Давай я возьму тоже себе ножичек. Небольшой. Симпатичный. Вот так. Вот такой. Не подойдет. Давай, Пашенька, начинай. Начали. Режем мясо крупным, крупным куском. Крупными кусочками, да. Потому что считается, что чем крупнее кусок, тем будет мясо более вкусное. Хорошо. А я режу лучок первоначально для того, чтобы обжарили сковородочки. А второй вот этот большой лучок мы порежем кольцами крупными, чтобы кинуть даже в кастрюлю. Потому что, как ты знаешь, шурпа – это специальный суп, где все варится большими кусками. И корнеплоды, и мясо, и все остальное. И лук варится тоже большими кольцами. Вот этот будет. Дорогие мужчины, если вы не подарили кольцо на праздник 8 марта, так посмотрите хотя бы на кольца лука. Когда один мужчина говорит, а я своей любимой кольцо подарил. Какое, говорит, золотое, говорит, нет, баскетбольное. Пусть прыгает от радости. Главное в шурпе – это крупный кусок баранины. Ну, не только. И все должно быть крупным. И картофель, и помидорка режется всего лишь на 4 части, если большая. Либо на 2, если это у нас черри помидорочка. Да. Вот. Также перчик сладкий. Черри на сколько режется? На 2 части. На 2 части. На 3 самых равных части я судьбу свою делю. И когда пою о счастье, это значит, я люблю. Приготовлено с любовью. Павел Дуганов для всех женщин нашей страны. Как вы понимаете, сегодня у нас будет поэтический полдень. Я не буду тебя расспрашивать вновь о том, как ты заработал самый главный трофей всех великих ораторов на праздниках планеты Земля. Напомню, что Паша является чемпионом мира. В этом деле лучший тамада всей нашей планеты. Паша, мало кто знает, что до того, как ты стал тамадой, ты занимался банковско-финансовым бизнесом. Это как-то одно из другого вытекает или? Абсолютно никак не вытекает. Просто раньше я занимался тем, что приносило, скажем так, финансовое удовлетворение. А прошло какое-то время, я стал мудрым, как и те восточные люди, которые любят те блюда, которые мы будем готовить. И понял, что жизнь короткая. Надо ее прожить так, чтобы было приятно вспомнить и стыдно рассказать. И поэтому я стал заниматься тем, что я очень люблю и что у меня, думаю, неплохо получается. Я очень рад, что сегодня у нас назначено свидание в этой студии с Павлом Другановым, который очень много расскажет нам и о жизни, и о своей деятельности. И, конечно же, немало нам покажет своего мастерства в искусстве приготовления прекрасного, замечательного восточного блюда под названием шурпа. Для того, чтобы обжарить лук, мы наливаем немножечко масла, грамм 30-40, не больше, на сковороду, и включаем плиту. А я уже порезал мясо. Мясо для того, чтобы отправить его в кастрюльку. Да. Вот еще один кастрюль, замечательно. Красиво. Итак. Могу я уже приступить к картофелю? Можешь, не вопрос, пожалуйста, нарезай картофель. Это у нас плита Ханса Паша. Масло у нас начало потихонечку. Красота. Кипеть, да, для того, чтобы закинуть лучок. Все, видишь, я ставлю на огонь кастрюльку, да? Да. Чтобы ты уже мясо мог закинуть. Мы заранее в кастрюлю налили водички. Это чудесное мясо сейчас отправится в кастрюлю. Отлично. Вот так. Замечательно. Я отправляю лук на сковороду. А я продолжаю резать картофель. Да, да. Паша, если честно, когда ты занимался финансово-банковским бизнесом, в банке было точно так же весело, как и сейчас, на любом празднике? Да, очень любил лицедейство. Очень любил праздники, когда кто-то, у кого-то был день рождения, юбилей или годовщина праздника. Я всегда эти юбилеи проводил сам. Во-первых, банк был у нас не бедный, но, по крайней мере, еще он становился богаче, потому что мы не платили хорошему тамаде. И все это проходило, так скажем так, безвозмездно, как говорила сова в одном известном мультфильме. Мы обжариваем лучок и сразу приступаем к нарезанию моркови, которая отправляется к луку. Морковь нарезаем мелкими кубиками. Это для обжарки. А остальная морковь у нас будет нарезаться крупно. Земля полнится с луками. Народ приписывает своим героям легенды. Как сказать? Конечно, я не провожу безалкогольные вечеринки. Поэтому, когда высок градус и у людей, и которые участвуют в этих грандиозных зрелищах, конечно, происходит много интересных событий. Помню, в Москве сейчас там очень модные такие проведения свадеб, юбилеев. Не в ресторанах московских, а за городом. Там есть виллы, дачи, там дача, допустим, Добридова. В принципе, как у нас. Виллы и дачи за городом люди проводят. И как раз празднуют в таких шатрах. И вот в одном шатре праздновали свадьбу. И должны были уворовать невесту. Так. И в это время я... У меня есть коронные кражи невесты. Я одеваю молодых людей в разбойников. И в какой-то кульминационный момент они выпрыгивают из какого-то укрытия, воруют невесту. И... С криками, с улюлюканем? Да. Со стрельбой? Да. С поножовщиной? Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Со всем этим. И они забирают невесту. Кульминационный момент. Я говорю, ребята, значит, сейчас по моей команде забегаете в шатер с криками, с улюлюками, в масках. Все. Они перепутали шатер. Забежали не в тот, где была свадьба, а гуляла охранная фирма какая-то. Вот. И они это самое, туда с этими. Их быстро повязали на пол. Все. Ну, потом освободили неудачников, разбойников. И все закончилось мирно, благополучно. Невеста была украдена, а потом вернулась к своему благоверному. Я знаю, что ты такой почтенный, со стажем повар. Да. И все, кто пробовали твои, скажем так, яства, все оставались в восторге. Даже не знаю, что сказать на это. Знаете, как говорят в одном детском стишке, который рекламировал, по-моему, сок. Говорит, я томат, я гостям очень рад, я абрикос, я на юге рос. Я знаю. Я, говорит, маракуйя. Даже не знаю, что сказать. Так и я, Игорь, не знаю, честно говоря, что сказать. Я такой повар, как из... Ну, вы понимаете меня. Ты повар маракуйя. Да, да, я повар маракуйя. Ну, тогда я тебе помогу сегодня. Когда-то для своей жены на заре туманной юности я, конечно, готовил. Вот. Ну, а сейчас чаще готовит моя супруга. Причем очень хорошо. Если ты хочешь найти прекрасные, замечательные, очень легкие, быстрые и вкусные рецепты, советую приобрести журнал и постоянно это делать. Просто и вкусно. Это аналог названия нашей программы. В любом случае. Замечательно, замечательно. Мы нарезаем крупными кусками лук, морковь. Пашенька, сельдерей мы сегодня добавим к нам в шурпу? Обязательно. Афродизиак, как говорят, все, что доставляет нам удовольствие, или незаконно, или аморально, либо ведет к ожирению. Но я думаю, сегодняшняя шурпа, она обязательно растворится все жиры. Знаете, как говорят, милые женщины, если вы боитесь поправиться, то обязательно перед обедом выпейте 50 грамм хорошего коньяка. Коньяк притупляет чувство страха. Совершенно верно. Паша, мы весь сельдерей будем использовать? Половину. Как вы понимаете, рецепт простой. Нужно все нарезать, заранее промыть мясо. Перчик тоже порежем, конечно. Перец тоже. Перец, да, вот такими вот. Кольцами. Кольцами. Поширше, поширше. Паша, вот, 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 вот. Между прочим, когда я бывал в Узбекистане, я заметил одну особенность. Узбеки кладут перец в шурпу вместе с зернами перца. Они их не выкидывают. Как оказалось, это большущий деликатеж. А хвостик? Хвостик они оставляют на память, Паша. Можно тоже я оставлю на память о вашей передаче? Есть у тебя какое-нибудь любимое блюдо, которое готовит твоя супруга? Все, что готовит моя Таня, я обожаю. Во рту просто тает. Да, но я всегда ее предварительно прошу все-таки размораживать. Ага. Ну, зубы уже не те, поэтому. Нет, как раз, как раз зубы еще те. Еще те. Еще те. Как стоматологу часто посещаю. И слава богу. В общем-то, да. Слава богу, да. Но только стоматолога, как я понимаю. Все остальное у тебя в полном порядке. Ну, слава богу. Спасибо физзоректе. Слава богу, да. Не могу, не обращаясь к докторам. Есть у меня такое. Я завтра из больницы выхожу. Врачи меня лечили день и ночь. Но мы пришли к такому рубежу, когда мне больше нечем им помочь. А, им помочь, да? Да, им помочь, да. Говорит, доктор, доктор, я буду жить. Да, конечно. Ура, говорит, я буду жить у доктора. У нас уже кипит мясо. Ну, так резко закипело по твоей стихии. Отлично. Осталось совсем немножко. Лучок заканчивает обжариваться вместе с морковочкой. Красиво. Главное его не пережарить. Никакой случай. Да. Практически обжаривается лучок, поэтому мы его снимаем уже. Мясо кипит полным годом. А, мясо кипит. Огонек чуть поменьше. Прекрасная техника Ханса. Очень легкая, надежная. И самое удивительное, то, что вот здесь, где скалка лежала, здесь горячо. А рядом приложился, не бойся. Не бойся, приложился. Видишь? Нет, она не горячая. А, не горячая. Не горячая. С этой плитой никогда не будут читать книгу Поля Брега. Помните такая книга? У него было «Чудо голодания». Я помню. Вот. Он сейчас выпустил продолжение великолепия косоглазия и восторг. Сумасшествия. И все преимущества косорокия. Абсолютно правильно. Совершенно верно. Ну что ж, мясо у нас кипит полным ходом. А уже запах пошел. Ну, у нас кусочки не такие большие, как в настоящей шурпе, но, тем не менее, они быстрее сварятся. Знаешь, мясо варится довольно быстро. Удивительно. То ли плита Ханса такая замечательная, то ли мясо такое свежее. То ли беседа проходит непринужденно, легко. Да с таким-то человеком. У меня, например, дети живут в Америке. Еще многие. Много детей, Паша? Ну, пока два. Официально. Пока двое детей. Но я хочу сказать, что никогда не уеду с этой прекрасной страны. Хотя есть здесь и дороги нехорошие. This is a pet road. Ты правильно сказал? Да. С акцентом небольшим. Да. Вот. Очень люблю. Вот. Всю жизнь здесь прожил, здесь родился. Вот. И здесь мои корни, здесь все мои друзья. И здесь все люди, которые любят меня и которых люблю я. Среди цветов поставил я кувшин в тиши ночной. И одиноко пью вино, и друга нет со мной. Но в собутыльнике луну позвал я в добрый час. И тень свою я пригласил. И трое стало нас. Много читаешь, Паша? К сожалению, нет. К сожалению, нет. Не хватает времени. Откуда тогда в тебе столько всего? Это одно про афоризм, стиху. Когда-то читал. Когда-то читал. Плюс к этому сам очень много сочиняю. Очень скоро у тебя выйдет книга. Книга. Да. Да. Твоих афоризмов, тостов, стихов, притч, рассказов, поэн, романов, фантастических историй. Уже вышла электронная версия этой книги. Но мы, я принадлежу к тому поколению, которые хотят вот эту книгу взять в руки. И почувствовать ее тепло. Да, да, как говорится, книга лучший подарок. Но подарок все-таки лучше. Да, совсем скоро выйдет, благодаря моему другу Василию Афначу Кертоки. Эта книга увидит свет совсем скоро. И там есть много произведений для женщин, много произведений для мужчин, для хорошего застолья. Когда ты пишешь свои стихи, там есть немножечко о твоей жизни? Ты как-то проводишь параллель? Безусловно. Все-таки, как правило, да, поэты, они пишут, это внутренний мир, который говорит, да? Да, когда меня посещает грусть, я пишу такие строки. Опять мы вместе, ваше высочество, и в жизни моей антрак. Здравствуйте, одиночество, вечный мой друг, даже брат. Когда я люблю, я пишу такие стихи. Я люблю тебя ночью, и когда ты вдали, я приду, коль захочешь, в картине вдали. И любое чувство, я выражаю стихами, это помогает мне жить, творить и дарить радость людям. Павел недаром сейчас сказал об антракте, потому что нас с вами ждет небольшой, очень короткий антракт. Мы уходим на рекламу, которая пройдет быстро. Не переключайтесь. Прекрасный обед украшает беседу. Я прав, Павел? Абсолютно, и соединив мужчину и женщину, можно сказать так, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Ну, ты знаешь, не только мужчины. Вот я заметил, что если вкусно и красиво приготовить, и порадовать этим женщину, она очень даже тоже проявляет эмоции, и говорит, что очень вкусно, и а давай еще. С этого все начинается. Да, давай еще. Давай еще, Паша, посмотрим, давай еще, что у нас с мясом. Что у нас с ним. Прямо сейчас мы начинаем сюда погружать овощи, которые мы приготовили. И начинаем мы вот с моркови и сельдерея, потому что морковь и сельдерей, давайте мы сейчас в сторонку отложим, да, они должны вариться чуть-чуть дольше, чем перец и картофель. Да, и лук мы тоже вместе с этим закидываем. Павел, давай мы это будем делать вот так. Руками, как узбеки, помогай мне. Отлично. Закидывай, не бойся. Что такое, Пашенька? Ничего. Тяжелый сельдерей? Ничего, хотел что-то сказать, но удержался. Но вовремя остановился. Иностранное слово. Это не будет, да. Иностранное слово. Один говорит, откуда вы так хорошо знаете армянский язык? Говорит, у меня учитель английского был армянин. После того, как все это у нас закипит, мы оставляем на 10 минут для того, чтобы морковь, сельдерей и лук проварились. После этого, как я уже говорил, мы закидываем все остальное. Ты говорил о том, что у тебя двое детей, оба живут в Америке. Бываешь у них в Штатах? Бываю, бываю у них. Вообще Америка это необычная страна. Детям нравится Америка, но сын, например, очень с большим удовольствием приезжает сюда. И здесь он проводит, так сказать, свои каникулы. Здесь у него есть любимая девушка. А сколько сыну лет? Сыну 23. 23, большой мальчик? 23, уже совсем не мальчик. Нам потихонечку нужно закидывать все остальное. Давай, приступаем. Или тебе дать варежку, чтобы ты не боялся больше? Да нет, я лучше открою свою варежку и буду засыпать. И не закрывай ее. Да, и не буду закрывать ее. Ну давай. Так, чтобы у нас брызги не летели. Ай, какой молодец. Только брызги шампанского. Перец. Перец закидывай. Вместе, да, вместе с семенами. Вот это удивительный момент, о котором я говорил. Вообще семена, это... Все семена туда. Туда все семена. Когда кому-то приснился сон, что Господь являлся, стоял в лавке и продавал что-то. И когда человек зашел в эту лавку и говорит, Господь, а что у тебя здесь есть? Он говорит, у меня здесь есть все. Дай мне тогда любовь, богатство, уважение, преданность. Он говорит, хорошо. И достает маленькую коробочку. Он говорит, и что это все? Говорит, а ты что не знал, что у меня в лавке продаются только семена? Будь аккуратнее. Очень острые ножи. Очень острые ножи. Да, да, да. Ну, это тискома, ты же в курсе. Да, да. Да, хорошие ножи. Надо будет приобрести такие ножи. Ну, что у меня дома есть ножи, но они не настолько хороши, как эти. Чего и вам советуем, дорогие друзья. Да, можешь весь лучок. Конечно. Потому что специи, лук, он никогда не испортит. Никогда не испортит. После того, как мы закинули сюда один большой сладкий перчик, после того, как мы сюда закинули одну большую луковицу, все нарезанное колечками, две небольшие морковочки, нарезанные кусочками, картофель, сельдерей, вот сейчас настало самое время посолить. Потому что вначале мы мясо не солили. Главное не пересолить. Да, соль, перец по вкусу, но вы знаете, узбеки кладут много соли и много перца. Причем перца разнообразного. И черного, и красного, острого, и белого. Мы не узбеки достаточно соли. Я забыл, что мы не узбеки. Ты знаешь, что-то в тебе узбекское есть, Паша? Да. Тюбетейки не хватает. Тюбетейки не хватает. Видите, ну от тюбетейки есть след, что тоже очень важно. Спешу напомнить всем, что сегодня у нас в гостях прекрасный человек. Великолепный ведущий и замечательный тамада, чемпион мира в этом искусстве. Ну а прямо сейчас свой мастер-класс покажет не менее искусственный человек в своем классе, в кулинарии. Итак, внимание, мастер-класс от Ольги Букс. Добрый день. В любую погоду и в любое время года, будь то праздничный день или будни, нам всегда хочется порадовать себя сладким. И сегодня я решила подарить вам радость и аромат таких пирожен, как блондис. Блондис – это то же самое, что и браунис, только делаются они с белым шоколадом вместо черного. Они готовятся очень просто и являются одним из самых любимых лакомств практически во всем мире. Для того, чтобы приготовить такие пирожные, нам понадобится белый шоколад, 4 яйца, чашка муки, чашка сахара и сливочное масло – 200 грамм. Для начала нам нужно растопить шоколад и сливочное масло. Обычно все его топят на водяной бане, но я его топлю в духовке, потому что так быстрее, и это намного проще. И посуда используется в два раза меньше. Шоколад нужно разломать на маленькие кусочки, и масло также нужно порезать на мелкие кусочки, чтобы оно лучше растопилось и быстрее. Отправляем это в духовку на минут 5-7. Пока топится масло и шоколад, нам нужно смешать яйца, сахар и муку в миксере. То есть нам нужно залить сюда яйца, сахар, взбить это все до однородной массы. Теперь засыпаем сюда же муку. И опять перемешиваем. Тесто получается очень жидкое. Но этого не нужно бояться, потому что там есть яйца, которые в любом случае скрепят, и пирог получится хороший. Перемешиваем это все. Все, тесто готово. Вообще, чем хороши блондис или браунис, тем, что все, что нужно сделать, это перемешать тесто и вылить его в противень. Конечно, я сегодня приготовила оригинальный рецепт этого пирожного или десерта. Сюда можно было бы добавить еще орехи, вишню, миндаль. То есть все, что есть у вас дома для того, чтобы придать какой-нибудь особенный вкус вашему пирожному. Выливаем тесто сюда. Если вы хотите получить высокий блондис, тогда нужно противень в два раза меньше или форму для выпечки. Мы сегодня будем делать как мини-тортик. Поэтому мы делаем тонкий корж для того, чтобы сложить его в несколько слоев. Корж надо отправить в духовку при температуре 190 градусов на минут 25-30. Пока печется корж, мы приготовим крем. Для этого нам понадобится два стакана сливок. Один. Второй. И полстакана сахарной пудры. Нам нужно взбивать сначала на небольшой скорости, потом на максимальной, до тех пор, пока сливки не превратятся в твердый крем. Все, вот у нас уже получился тот крем, который нам нужен был. Вот, он очень твердый. И вот именно в таком состоянии нам нужно добавить сюда клубнику. И опять взбиваем. Крем начинает приобретать розовый цвет. Крем готов. Корж для блондис тоже готов. Осталось только его достать. Порезать на две части и смазать кремом. Теперь нам надо первый корж смазать кремом. Накрываем вторым коржом. И опять смазываем кремом. С помощью такой лопатки можно крем разровнять. Нужно это все порезать. Выкладываем пирожные на тарелку. Вот такие быстрые и простые пирожные у меня получились. Мне очень хочется, чтобы вы тоже попробовали их приготовить. И у вас получились такие же вкусные пирожные, как у меня. Дорогие мужчины, все женщины заставляют нас летать. Только с одними мы летим в пропасть, а с другими парим в небесах. Очень хочется, что когда наступила эта прекрасная пора, которая называется весной, рядом с нами были замечательные женщины. Ведь без женщин весна это не время года, это просто оттепель. А с милыми барышнями мы чувствуем себя мужчинами, рыцарями и поварами. Поварами с большой буквы. То, чего сегодня нам и демонстрирует Павел Дуганов. Я предлагаю попробовать наш супец на соль. Давай? Давайте. Ты это сделаешь? Давай. Ну ты же сегодня готов. Ну конечно. Давай, бери вот эту ложечку чудесную. Я тебе открываю кастрюльку. Давай. Ну-с, приступим. Давай. Что скажешь? Еще соли. Чуть-чуть надо добавить. Правда? Да. Потому что овощи, картофель, мяско забрало. Поэтому я говорю, соли чуть-чуть побольше. Да, да. Согласен. Давай солюшку подсолим. Давай скорее. И зацепи сразу и перчик, потому что настало время для черного перчика. Сейчас мы еще чуть-чуть подсолим. Пошли. Вот таким профессиональным движением чемпион мира солит нашу царпу. Говорите, говорите. Игорек, говори еще. Не, ну Паша, это ты. Соли больше нет. Но ничего. Мы... Итак, перчик. Давай, Паша. А, перец как он? Так. Так, да. Ты знаешь, Пашенька, народ должен знать своих героев в лицо. Абсолютно правильно. А то, что ты сделал, понимаешь, как, благодаря тебе там узнали, что есть такая страна, Молдова. И что в ней есть такие люди. Кстати, это было... И что с нами надо считаться и уважать. Это было в Стокгольме. И... Стокгольм это Швеция, вначале. Да, проходило все под эгидой Нобелевского комитета по культуре. Так что практически я... Но для чего лауреат? Почти что лауреат Нобелевской премии. Там сразу называется иногда Шнобелевская премия. В этом я тоже являюсь где-то лауреатом. Впрочем, как и ты. Да? Спасибо, Паша. С Пашиного позволения. О, в самый раз. Ммм... Ммм... И это еще не все. Потому что нас ждут помидоры, лучок, чесночок. Чесночок, кстати, где? Вот он. Чеснок уже готов. Чеснок уже готов. Ну что, Павел, давай, нам нужно сейчас закинуть лучок сюда. Начинаем. Начинаем. Давай аккуратненько забрасываем лучок в кастрюльку. Вот так, молодец. Прекрасно. Давай чесночок, не разрезая его, вот такими зубчиками почистить. Не разрезаем. Не разрезаем. Не разрезаем. Не в коем случае, да. Он идет целиком у нас. Прямо так много, да? Ну да, ты же знаешь, что надо именно так. Чем славится шурпа? Своим набором острых всяких специй, ингредиентов. Это и перцы, и чеснок, и лук. Почему она должна быть такой? Потому что на Востоке очень жарко. И для того, чтобы болезни не пристали к человеку, поэтому и ставится очень много таких острых специй. Я тоже режу помидоры на четыре части. А я возьму ферри и буду резать их напополам. Очень люблю проводить юбилеи. Человек, который прожил уже какое-то время в этом бренном мире, он хочет подвести какие-то итоги. И очень здорово, когда приходят друзья и говорят о нем прекрасные теплые слова. Да. Хотя свадьбы тоже очень люблю. Свадьба – это тоже самое такое пышное торжество, когда молодые очень волнуются. Больше всего, правда, волнуются. Я тоже волнуюсь, потому что в руках у тебя острые ножки. Да, да, отлично. Очень волнуются родители, которые отдают свое чадо, свою кровиночку кому-то в... В кабалу. В кабалу, да. Женщина, девушка становится женой. Это вообще крогательно. Ну, это чудо. Нет в принципе смысла о принце мечтать и ждать бесполезного моря погоды. Мне 20. Пора мне уже выбирать того, кто испортит не лучшие годы. Замечательно, Павел. Прекрасно просто. Спасибо. Спасибо. Вы заметили, что мы сюда после того, как поперчили, добавили две помидорки, порезанные на четыре части и где-то примерно 3-4-5 максимум помидоров, черри. Ну, хотя можно использовать либо те, либо другие помидорки. Мы сегодня решили немножечко разнообразить и приукрасить. Вот. Чеснок. Не жалейте чесноку. Целую головку можно сюда отправлять. Чистите вот все зубчики, которые в головке есть, отправляйте сюда. Целиком не разрезали. Друзья, не жалейте заварки. То есть не жалейте чеснока. Да. И вот смотрите, что у нас получается. Настоящая шурпа. Наваристая. С темным бульоном, густая, очень вкусная. В принципе-то и первое, и второе. Вот такое она и должна быть. Но, конечно, классическая шурпа готовится на открытом огне. В таком... В казане обязательно. В небольшом, да. Вот. И с использованием баранего жира, который вначале обжаривается, и потом шкварочки достаются, и на этом жире в дальнейшем обжариваются все ингредиенты, корнеплоды, как я уже говорил. Но мы тоже говорили о том, что у нас сегодня шурпа лайт. Вот сейчас, Павел, только сейчас мы сюда уже добавляем обжаренный лук с обжаренной морковью. Секретная заправка. Да, такая вот секретная заправочка. Вот она сюда помещается у нас. Прекрасно. Все в кастрюлю? Да. Капли мимо? Замечательно. И маслице, на котором обжаривался у нас лук вместе с морковочкой, мы тоже сюда отправляем. Оно не помешает. Снимаем пробу. Павел, ты первый. Вот, вот. Это и большой, да? Это большой, да. А что ты так вздыхаешь? Ну... Не вздыхай, Павел. Все будет хорошо. Давай. Пробуй шурпу или заму. Мы с тобой точно попали в гамму. Состоятельно родилось прямо здесь, на площадке. Так сказать, милый экспронт от Павла Дуганова. Пробуешь заму или шурпу, Паша, мы с тобой сделали очень вкусное блюдо. Отлично. Хороший орех. Хороший орех. Настало время для самого главного события сегодняшней программы. Это снятие пробы полным ходом. Павел, давай, мисочки, мы с тобой будем как настоящие узбеки. Не с тарелок, а с мисочек, с пиалочек. Пробуй. Сколько тарелок ставят? Две. Тебе и мне. А давайте вот по востоку поставим. По восточному три. Для какого-то гостя, странника, который может прийти в эту волшебную студию канала РТР. Дорогие барышки, милые женщины, встаньте утром, улыбнитесь этому миру. И тогда мир улыбнется вам в ответ. Сказать, я тебя люблю, требуется всего несколько секунд. А доказать требуется вся жизнь. Вся жизнь, Паша. Я люблю тебя, Игорь. Я люблю тебя, Паша. Слово. С весной тебя. С весной. Слагает Павел эпиграммы. И близок уж финал программы. Но хочется кричать. Ура! Готов узбекская шурпа. Именно так. И прямо сейчас мы приступаем к самому главному. Давай, половничек. Прошло. Берем мисочку. Тебе погуще, пожиже, Павел? Позволишь это сделать? Да. Давай. Главное, чтобы там был кусок мяса. Кусочек и не один, Паша. Не-не, лучше один. Не-не-не, ну перестань. Я не могу обидеть гостя. Необычное блюдо. Потому что легко сготовить там бутерброды, какие-то сэндвичи, там какое-то мясо пожарить. Совершенно верно. А это целая гармония, это целая история, это поэма, это просто песня. Перемещаемся. Перемещаемся ближе к... Ближе к... Пашенька, это тебе. Это гостю. Это мне. Ложечки давай. Без ложечек у нас не получится. Давай, Павел, сними пробу. Первый. Уже из мисочки. Что у тебя получилось? У тебя, именно у тебя. Я хочу сказать, не скромно, конечно, себя хвалить, но сегодня я создал шедевр с помощью вот этого невысокого, скромного человечка, которого имя великий повар нашей страны. Говори. Говори. Не досерь. Говори, Паша, говори. Спасибо. Приятного аппетита. Великолепно. Великолепно. И мне на слово получилось великолепное блюдо. Действительно, нечто между первым и вторым. Именно так, как и должна выглядеть настоящая узбекская шурпа. Павел, спасибо тебе огромное за то, что ты нашел время, силы, а главное желание прийти к нам сегодня на нашу программу и порадовать нас своей великолепной узбекской шурпой. Огромный тебе низкий поклон. Спасибо за то, что вы меня пригласили, а всех наших зрителей еще раз поздравляю с наступившей весной. Ну, а мне остается только присоединиться к словам Павла и напомнить всем о том, что главная добавка к любому блюду, которым вы хотите порадовать своих родных и близких, а также друзей, это частичка вашей души. Любите друг друга, и все у вас получится. Ну, а я прощаюсь с вами вместе с Павлом. И больше чем уверен, что ровно через неделю мы вновь увидимся на канале РТР Молдова в программе «Просто и вкусно». Мы вас любим! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова